всем привет с вами русалина и мы на видеоканале который посвящен лепки из полимерной глины сегодняшний мастер-класс я посвящаю кулинарной миниатюре и сегодня мы будем создавать необычную подвеску форме тортика со сливками и ягодным миксом для работы нам понадобится полимерная глина коричневого фиолетового белого красного и салатового цвета скалка или паста машина кадры круглой формы жидкая пластика металлизированная пудра стеки шариком с лопаткой ножницы колпачок от шариковой ручки лезвия кисточка и целлофановый пакетик я подготавливаю два пласта полимерной глины коричневого и белого цвета одинаковой толщины и катером круглой формы в данном случае мой катер в диаметре 2 сантиметра я вырезаю два коричневых пласта и один пласт из белой полимерной глины накладываю пласты друг на друга так чтобы белый пласт оказался внутри между двумя коричневыми пластами делаю сверху лезвием насечки чтобы определить где линии пересекаются и находится центр нашего с тортиком после этого я отрезаю лезвием восьмую часть от нашей заготовки и делаю имитацию рыхлого теста надрезанных частях торта прослойка белой глины будет имитировать крем поэтому мы не будем ее встречать а вот коричневые пласты мы острием иголочки или зубочистки круговыми движениями взрыхляем и придаем рыхлую текстуру поверхности коричневой глины это будет имитация пористого рыхлого теста какой бывает выпечки для создания ягод черники я буду использовать полимерную глину фиолетового цвета но из серии гламур я размягчаю пластику в руках и формирую очень очень маленькие шарики буквально 2 миллиметра в диаметре дотсом маленького диаметра я делаю по центру нашего фиолетового шарика углубление затем беру колпачок от шариковой ручки и прижимаю колпачок пластики то есть колпачок должен очертить круг вокруг углубления от дотса я взяла еще металлизированную пудру фиолетового цвета и хорошенечко перемешала заготовки черники металлизированной пудрой из полимерной глины красного цвета мы будем формировать клубничку размягчаем пластику отщипываем небольшой кусочек и формируем из него капельку берем дотс и делаем на поверхности этой капельки углубление которые будут имитировать семена клубники для создания крема для нашего торта нам необходимо жидкая полимерная глина и пластика белого цвета полимерную глину белого цвета мы разминаем до максимального состояния мягкости и эластичности затем добавляем размягченную пластику жидкого геля и тщательно руками перемешиваем эти два компонента перемешиваем до такого состояния чтобы ваша полимерная глина стала вязкой и тягучей затем перекладываем эту вязкую белую глину любую емкость доливаем еще жидкой пластики и перемешиваем все до однородного состояния должен получиться крем который по консистенции напоминает такую домашнюю густую сметану теперь этот густой крем мы наносим на поверхность нашего торта не забываем о том что нужно промазать не большую поверхность но и поверхность отрезанного кусочка теперь мы на поверхности нашего торта размещаем сначала клубничку мы ее прям вдавливаем утопаем ее основание в этом креме а затем уже между крупными ягодами клубнички мы размещаем маленькую чернику не забываем что у нас есть отрезанная восьмая часть которую тоже необходимо смазать кремом и на поверхности которой необходимо разместить ягоды можно вытянуть нашу пластику по краям чтобы был эффект словно крем немножечко потек по боковым сторонам торта помимо ягод я еще хочу добавить листики мяты мне не хватает густого красок а не хватает немножко зелени в этом ягодном дуэте поэтому я из салатовой глины формирую капельку приплющиваю пальчиками и на поверхности сплющенного этого листочка я делаю имитацию прожилок с помощью иголки или зубочистки можно тупую сторону лезвия и утопаю эти листочки между ягодами белом креме листочков необходимо сделать много и разум когда вы их размещаете задавайте им разное направление пусть они смотрят разные стороны теперь я беру полиэтиленовый пакетик небольшой и внутрь пакетика я наливаю жидкий крем смещаю его к углу пакетика отрезаю уголочек пакетика ножничками и как кондитеры выдавливают крем из шприцов пакетов такими круговыми движениями волнами кому как удобнее на боковой стороне нашего торта я делаю имитацию жидкого крема и только после этого поставьте в духовой шкаф на обжиг заготовочки кулинарной миниатюры после обжига нам необходимо будет сделать крепление я для этого использую штифты и быстросохнущий клей я промазываю штифт клеем и с помощью тонкогубцев я вкручиваю штифты в торт надрезанное его углубление и в сам кусочек отрезанного торта а соединяю я торт с кусочком с помощью соединительного колечка еще с боковой стороны подвески нам нужно тоже сделать крепление нужно будет тоже закрутить штифт в которой мы закрепим бэйл и через этот бэйл мы пропустим уже цепочку или шнур по желанию можно покрыть детали нашего торта лаком на водной основе я покрыла только клубничку не стала больше никакие элементы покрывать даем просохнуть если вы покрывали лаком и замечательный такой сочный по-летнему свежий яркий кулон виде торта готов оставайтесь со мной впереди еще очень очень много интересного но с вами была русалина и до новых встреч на моем видео канале всем пока